Сегодня будет немного неоднозначная история. Тут и про любовь, и про убийство. Но жестокое ли оно, решать уже вам. Заранее хочу попросить после просмотра этого ролика поделиться своими впечатлениями насчет этой истории. Будет интересно знать, на чьей стороне. Бойтон Бич, штат Флорида, 27 марта 2017 года. Стивен Круспе и его супруга Памела решили прогуляться. На тот момент она уже как три месяца находилась в лечебнице по причине активно развивающейся деменции. Ее муж находился с ней, практически постоянно. Выйдя на улицу, они немного прошлись и остановились возле кофейни, где Стивен купил ей кофе. Затем Памела задала ему вопрос, мы пойдем снова в больницу. После положительного ответа она поникла. Через некоторое время они вернулись в палату, а потом снова вышли и дошли до своего автомобиля. Там Стивен достал из бардачка пистолет. Какое-то время он смотрел на свою жену, а потом выстрелил ей в грудь. В тот же самый момент Памела улыбнулась и начала падать на землю. Стив поймал ее и крепко прижал к себе, после чего позвонил в 911 и сообщил, что убил свою жену. Что же побудило мужчину убить ее? Возможно, вы сейчас начнете активно его судить и обвинять содеянным. Но для начала давайте разберемся во всем по порядку. Познакомились они в 1974 году, когда Стиву было 20 лет. Он служил морской пехоте и в один из дней вместе со своими сослуживцами оказался на праздничном вечере. Все веселились, выпивали, вечер проходил замечательно. Вдруг в один момент заиграла любимая песня Стивена. Ему безумно захотелось танцевать, но никто не поддержал его в этом желание. Поэтому поначалу он танцевал один. Но вдруг увидел, что за столиком сидит очаровательная девушка, которая покачивается в такт мелодии. И тогда Стив подошел к ней и пригласил на танец. После чего они не отходили друг от друга ни на шаг. Через несколько месяцев у них был первый поцелуй. И почти через полгода Стив сделал ей предложение. 20 лет Памела родила первенца, а затем еще двоих детей. Семья постоянно переезжала с одной военной базы на другую. Иногда Стива отправляли в заграничные командировки, и его по полгода не бывало дома. За долгие годы службы его часто не было дома. Дети к этому привыкли и не испытывали никакой обиды. Ведь когда отец возвращался, он все свое свободное время посвящал семье. Армейская карьера Стива шла в гору. Он дослужился до старшего сержанта и начал тренировать морских котиков и зеленых билетов. В 1990 году семья Круспа переехала во Флориду. Пэм начала бегать в марафоны, во время которых Стив сопровождал ее, но на велосипеде. Он подбадривал и подавал ей воду. По выходным они постоянно гуляли, держались за руки, посещали церковь, устраивали встречи с друзьями, а после ужина могли долго танцевать на своей застекленной веранде. Они очень трепетно и с большой любовью относились друг к другу. В 1994 году Стив ушел из морской пехоты и стал инструктором по тренировке офицеров, занимался трудными подростками, несколько раз становился учителем года штата Флорида. Через некоторое время Пэм и Стив стали бабушкой и дедушкой. У них появилось пять внуков. Они спокойно ушли на пенсию. В то время они часто ходили в различные походы и ездили отдыхать на курорты. Но спокойной семейной жизни пришел конец. В 2013 году у Памэлы появились первые симптомы ее недуга. Она всего боялась даже ходить в супермаркет, постоянно подозревала близких людей в подлости, вечно проверяла, закрыты ли окна и двери, перестала кому-либо доверять. Тогда врачи поставили ей диагноз «тревожное расстройство». Никакое лечение не помогало. Ей становилось только хуже. Она начала контролировать все передвижения Стивена. Часто лезла к нему с дракой, выходила из себя по любому поводу и без. Однажды на празднике по случаю дня рождения Стива Памэла не узнал их общих друзей, с которыми они дружили более 30 лет, и даже свою родную сестру. Она перестала ухаживать за собой, хотя раньше это было постоянным делом для нее. Разум медленно покидал Памэлу. В 2016 году их дочь Стефани убедила отца отвести Пэм к неврологу, и тот сразу поставил диагноз – болезнь Альцгеймера. Если объяснить простыми словами, то это неизлечимое заболевание головного мозга, проявляющееся постепенной потерей умственных способностей. На заключительном этапе человек теряет речь, утрачивает интеллект полностью. Без полного и специального ухода больной может умереть. Вскоре после постановки диагноза Пэм скачала среди ночи и начала кричать «Я больше не могу этого делать». Она начала искать оружие, чтобы защитить себя. Крушила все вокруг. Супругу ничего не оставалось, кроме как отвезти жену в отделение неотложной помощи. Там ей поставили уколы, которые на время успокоили ее. На следующий день врач счел Пэм, опасный для себя и окружающих. И последующие три дня она провела в психиатрической лечебнице. Через несколько недель после выписки Пэм позвонила сестре. «Где Стивен?» – спросила она. «Я здесь, я с тобой рядом», – услышала сестра голос Стива. «Ты мой Стивен?» – спросила Пэм. «Это ты? Если ты лжешь, я вызову полицию». Так происходило вновь и вновь. Стивен никуда не мог отойти. Он был буквально привязан к Пэм необходимости круглосуточно за ней присматривать. Врачи продолжали назначать ей лекарства, но ничего не помогало. Все становилось только хуже. Она больше не могла разогреть себе еду, сделать чай, надеть халат и тапочки. Обострения случались чаще ночью. Она просыпалась, не понимала, что происходит вокруг, никого не узнавала и начинала драться. В один из таких инцидентов Пэм напала на спящего Стива и ударила его по голове кухонной доской. Стало понятно, что она уже начала представлять опасность для всех и для себя самой. Стиву пришлось поставить на двери новые замки и сигнализацию, чтобы она не сбегала. Он не спал ночами, прислушиваясь к тому, что делает Пэм. И тихо плакал в подушку от безысходности. Она постоянно угрожала ему расправой. Она думала, что он злоумышленник, который постоянно врывается к ней в дом. Стив начал по-настоящему бояться Пэм, но никому не жаловался. «Я никогда не видел, чтобы мой отец чего-то боялся», – рассказывал позже Мэтт. Но понимал, что папа, наш настоящий герой, начал испытывать неподдельный ужас. В конце концов, врачи убедились Стива, что он больше не может оставлять Пэм дома. Ей требовался специальный медицинский уход. 29 июля 2016 года Пэм перевезли в медицинский центр. В первый же день она попыталась сбежать. Перевернула кровать, швыряла стулья, билась головой о стены. Чтобы ее усмирить, понадобилась сила двух крепких санитаров. Временами она считала, что работает медсестрой и должна ухаживать за остальными больными. И все реже и реже у нее случались периоды просветления. В эти мгновения она понимала, что очень больна, что ее жизнь идет под откос и ничего не будет, как прежде. Она рыдала и умоляла Стива вернуться домой. Он приходил к ней каждый день, проводил время в больнице с утра до вечера. Купал ее, расчесывал, переодевал. Хотел, чтобы хотя бы внешне его Пэм была, как прежде. К осени она стала забывать большинство слов и не могла сформулировать свои мысли. Не узнавала ни мужа, ни детей. Все это ужасно отразилось на Стиве. Он мало ел и спал, очень сильно похудел. Ни с кем не мог говорить о Пэм. Ему было невероятно плохо, но при этом он не жалел себя ни на минуту. Он отдавался уходу за любимой женой полностью. 16 января 2017 года Памелу Круспе перевезли в лечебницу Парксайден. Оттуда она в тот же день вновь попыталась сбежать, сломав двери палаты. Ей давали лекарства от депрессии, деменции и тревоги. Иногда она казалась счастливой, в других случаях кричала на всех, рыдала и громила все, что попадется под руки. Стив продолжал ухаживать за ней. И вот мы приблизились к той дате, когда случилось убийство. 27 марта 2017 года. После прогулки по территории больницы и выпитого кофе Стив и Памела вернулись в палату. Сев на кровать, она заплакала и начала говорить. «Я хочу, нет, умоляю, пожалуйста, Стив. Я не могу здесь больше находиться. Я хочу умереть. Меня больше никто не любит, потому что такой меня любить невозможно. Я чувствую себя в ловушке. Не так я хотела прожить остаток своих дней. Я себя убью, наложу руки. Пусть это будет грех, но так жить невозможно. Не дай мне так жить. Жалься, пожалуйста». Стива ужасали эти слова, но он понимал, что для его гордой и энергичной Пэм такая жизнь невыносимая мука. Они снова вышли на улицу и направились к автомобилю. Там Стив достал с бардачка пистолет. Пэм стояла рядом и смотрела ему прямо в глаза. Стив подумал, что может, если он направит на нее пистолет, Пэм испугается и передумает. Но она просто ждала. Смотрела на него с любовью и в ее глазах был не страх, а отчаянная надежда. Он приставил пистолет прямо к ее сердцу. По его щекам текли слезы. Оба молчали. Говорить уже было нечего. Стив четыре года наблюдал, как Пэм, которую он знал и любил, исчезала. Он сделал все, что мог, но помочь ей был не в силах. Сейчас он даже не знал, осознает ли она, что происходит. Пуля вошла прямо в сердце. Стив был опытный стрелок, к тому же он не чувствовал в себе сил стрелять дважды. Так что выстрел произвел настолько точным, насколько это возможно. Огонь потух в ее зеленых глазах. Она навсегда уснула. Отмучилась. Стив встал на колени, обнял ее, затем поцеловал. «Боже, что я сделал?» – сказал он вслух. Он сидел там, обнимая ее несколько минут, а затем позвонил 911. «Я только что застрелил свою жену. Она мертва. Убить ее она попросила сама». Он разрядил пистолет, положил его подальше от себя, сел на землю рядом с Пэм и стал в последний раз не разговаривать. После ареста на допросе Стив признался в убийстве жены. Он рассказал о ее болезни, о том, сколько лекарств она принимала, как она вела себя и, наконец, о том, что она умоляла его убить. Стив долго не решался на этом, но потом подумал, что готов пожертвовать чем угодно, лишь бы отправить ее туда, где она хотела быть. Так со временем родился план. Стивену Круспу предъявили обвинение в умышленном убийстве, ведь он сам рассказал о планировании. Не отпустили под залог, поскольку считали, что он способен скрыться от наказания и даже запретили общаться с собственными детьми. Сам Стивен виновным себя не признавал. Он объяснял в суде всю ситуацию, рассказывал о просьбе жены и указывал на отсутствие законодательного решения исполнить желание Пэм умереть. В конце концов судья разрешил Стивену общаться с детьми, и Мэтт, один из сыновей, тут же попросил суд отпустить отца под домашний арест. Хотел забрать к себе домой, обещал, что окружит заботой и вниманием. Вызванный эксперт-психолог подтвердил, что Стивен перед совершением убийства находился в тяжелейшем стрессовом состоянии, но сейчас не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. Поддержку мягкого приговора Стивену также шли отсутствие криминального прошлого, активное сотрудничество с правоохранителями органами, доблестная служба в вооруженных силах и поддержка большей части местного сообщества. Защищали Стивена почти все соседи и друзья семьи Круспе. Их знакомая Жаклин, которая знала эту пару десять лет, описала Стива и Пэм как двух попугаев-неразлучников. Они были без ума друг от друга и все делали вместе. Бегали, катались на велосипедах, гуляли. Если один шел к почтовому ящику, другой ждал в конце подъездной дорожки. Когда Пэм заболела, Стив не отходил от нее. Каждый день ездил в лечебницу, видел, как она день от огня угасает. Не спал, не ел, невероятно осунулся и замкнулся в себе. Страдал, что любимый человек находится в таком состоянии. Я видела, как он меняется. Раньше он был веселым и счастливым, но из-за состояния Пэм у него началась депрессия. Они планировали провести время на пенсии, путешествуя вместе. Но судьба распорядилась иначе. Пэм оказалась в клинике, все семейные сбережения были потрачены. Я думаю, единственное правдоподобное объяснение того, что Стив это сделал, Пэм его попросила. Это было убийство из милосердия. Все эти доводы и слова свидетелей говорили в пользу Стивена Круспа. Но прокурор был не согласен с мягким приговором. Он призывал суд не учитывать армейские заслуги Стива. Они не имеют отношения к делу, говорил он. А также обстоятельств болезни Пэм. Протестовал против оглашения данных из ее медицинских документов и доказательств в поддержку версии убийства из милосердия. Считал, что присяжных вообще не следует информировать о диагностированной у жертвы болезни Альцгеймера. А также ссылался на нежелание детей Стивена, Эндрю и Стефани поддерживать в суде отца. Они считали, что он не имел права убивать Памелу, отобрал в них любимого человека и сейчас должен понести за это наказание. Поэтому дочь и сын выступали на суде на стороне обвинения. Судебные разбирательства по делу сильно затянулись. Слушания сначала откладывали из-за загруженности суда, а в 2020-м уже из-за пандемии COVID-19. Все это время Стивен Круз посидел в тюрьме. Он еще больше похудел, внешне очень составился и проходил лечение от клинической депрессии. Детей и друзей к нему не пускали по причине ковидных ограничений. Впрочем, Стефани и Эндрю ни разу не проявили желание навестить отца. Зато каждый четверг приезжал Мэтт, чтобы поговорить с отцом по видеосвязи. Они общались обо всем на свете – о политике, спорте, о семье и работе. Сын старался максимально поддержать своего отца. Судебный процесс возобновился 29 сентября 2020 года. Тогда многие свидетели участвовали в слушаниях дистанционно. Стивена Круз попредложили признать вину, и тогда он получит обвинение в убийстве второй степени, за которое его посадят на 25-30 лет. Подписать эту сделку подсудимый отказался. На суде выступил полицейский, прибывший первым на место убийства. Он рассказал, что Стивен был абсолютно подавлен, плакал у тела жены и говорил об утраченной чести. Несколько свидетелей процесса выступили с просьбой отпустить Стивена Крузпа под залог. На это были согласны не только Мэтта и его жена, но и семья друга, бывший коллега-учитель, а также товарищ морпех. Жена Мэтта рассказала в суду, что их дети скучают по бабушке и дедушке и были бы рады видеть Стиву в их доме. Она помогла свекру продать его дом, и деньги от этого могли бы покрыть залог в размере 250 тысяч долларов. Адвокат также зачитал множество писем полицейских и бойскаутов, которых Стив Крузпа обучал, сослужитцев по армии, друзей и даже конгрессмена Флориды, которые выступали в защиту подозреваемого и просили у суда снисхождения. Все это адвокат Стива подытожил словами. Это показывает, что Стивен Крузпа неплохой человек. Разве то, как он прожил свою жизнь, не имеет никакого значения? После этого к месту свидетеля вышла дочь подсудимого – Стефани. Проходя мимо отца, она даже не взглянула в его сторону. Напомню, что из всех троих детей Стива поддержал только один из сыновей – Мэтт. Она сказала судье, что против выпуска отца под залог. У Мэтта в доме хранится оружие и, по мнению Стефани, Стиву нельзя там находиться. В его психическом состоянии он может быть опасен. Рассказала, что жила в полутора часах езды от лечебницы, куда поместили маму, и посещала ее примерно два раза в месяц. Она знала, насколько больна ее мать, но никогда не слышала, чтобы та выражала желание умереть. По ее словам, у отца были другие варианты решения этой ситуации. В конце концов, если ему было так тяжело смотреть на маму, мог бы не приезжать к ней так часто, но он решил взять дело в свои руки и сотворил беду. «Я считаю, что отец не способен справляться с невзгодами», – сказала она. На самом деле, меня очень удивило выступление Стефани. Она жила так близко больнице и всего два раза в месяц была у матери. И еще обвиняет отца в том, что он решил все свое время посвятить жене. «А что думаете вы по этому поводу?» Затем ее старший брат Эндрю позвонил из Алабамы по видеосвязи. Он назвал папу иррациональным, непредсказуемым и лживым. «Мой отец сейчас находится там, где ему и место», – заключил он. Сестра погибшей Пэм тоже написала письмо, в котором говорилось, что Стивен Круспе опасен и не умеет себя контролировать. Ему не хватает эмоционального интеллекта, дабы знать, что в цивилизованном обществе психически недееспособного человека не лишают жизни. И описала своего зятя как мелочного злобного всезнайку, который считал, что последнее слово всегда должно оставаться за ним. Мэтт понимал чувства брата и сестры, однако считал, что они неправильно трактуют мотив отца. А еще он задавался вопросом, где были все эти родственники в то время, когда мама болела. Некоторые из этих людей лишь на расстоянии давали советы и сочувствовали. Их телефонные звонки превратились в редкие сообщения. Не было семейных празднований Дня Благодарения, Рождества и Дней Рождений. О бытовой ежедневной помощи и говорить нечего. По его словам, с тех пор, как умерла мама, он переосмыслил многие представления о морали и духовности. Вы спрашиваете, как найти баланс между тем, что папа убил маму и одновременно ее спас? Очень просто. Подумайте, что в мамином случае было бы в гумании по отношению к ней. Оставить ее еще надолго мучиться, чтобы она превратилась в овощ. Или дать ей безболезненную быструю смерть, о которой она просила. Мама, должно быть, была в отчаянии, раз умоляла отца о помощи. Оба они были набожными католиками, что означает, папа пожертвовал ради мамы спасением своей души. Тогда, осенью 2020 года, судебное слушание ничем определенным не закончилось. Под залог Стивена не отпустили. В течение последних двух лет, пока Стивен Круспа находился в тюрьме, его дети друг с другом не общаются. Мэтт по-прежнему навещает своего отца по четвергам. Друзья Стива до сих пор присылают ему книги. Он находится в тюрьме пять лет. Суд над ним должен был начаться в начале 2022 года, но 4 января его снова отложили. А что думаете вы по поводу всей этой ситуации? Для меня ситуация сложная. С одной стороны тут убийство человека, которое непростительно, а с другой освобождение этого человека от мук, которые он испытывал долгие годы. Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ведь это мотивирует на дальнейшее создание видео.